МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие думают, что когда наступает лето, заканчивается театральный сезон, то жизнь в театре замирает. И все отдыхают. И все отдыхают. Вот сейчас приближается открытие театрального сезона. Ваши артисты, ваша группа уже пришла с каникул, начали активную работу. Да. Дело в том, что в этом году мы ушли в отпуск немного ранее, чем обычно. И в связи с тем, что у нас очень серьезное молодое пополнение в театре за два года пришло, в этом году молодая часть труппы вышла у нас на работу 11 июля. И к 25 июля, когда собралась вся труппа, весь коллектив театра, мы уже сдали один спектакль. На малую сцену в двух составах работают наши молодые артисты. Это первый опыт нашего театра. Спектакль для самых маленьких зрителей от двух лет «Земляничная сказка». Замечательный спектакль. На малой сцене поставила его режиссер из Крыма Дарья Ярошенко. Инценировку написала тоже она вместе со своей коллегой Светланой Усаниной по произведениям Игоря Фарборжевича. И вот эта сказка от двух лет для самых маленьких зрителей, премьера, буквально 3 сентября состоится. Я слышала, что очень какая-то интересная организация пространства этого спектакля. Действительно так? Ну да. Все зрители, дети, они находятся прямо на сцене. Мы в нашем малом зале даже сняли два первых ряда. Там замечательный мягкий ковер, много всяких разноцветных подушечек. И детки рассаживаются прямо на сцене. И идет спектакль. Это спектакль интерактивный. Дети принимают в нем участие. Вот для нашего театра это первый опыт. Это такие шаги. Сейчас очень распространено в Европе. Уже пришло к нам так называемый театр «Бэби Лап». И родители у нас все очень такие на сегодняшний день активные. Они хотят рано детей приводить в театр. Хотя всегда мы говорили о том, что посещение театра надо начинать где-то с 4 лет, чтобы не травмировать ребенка, чтобы он уже привык находиться в коллективе, где много детей, где много какого-то света, звука и так далее. И когда дети такого возраста приходят к нам в театр, в большой зал, то они все равно там теряются. И поэтому мы решили пойти по такому пути, сделать спектакль от 2 лет. И уже на сдаче мы приглашали детей. И мы видели, как это действительно хорошо, это востребовано. Зритель понимает, дети участвуют. Так что надеемся, что это направление теперь у нас в нашем театре будет тоже очень востребовано. На сегодняшний день можно уже говорить о каких-то еще премьерных спектаклях, которые в новом сезоне нас ждут? Буквально 1 сентября мы открываем наш театральный сезон и открываем премьерой, еще одной премьерой. Это спектакль «Золушка. Счастливая сказка». Замечательный спектакль на большой сцене. Художник этого спектакля, наш художник, дважды говорят «Золотой маски» Захар Давыдов, режиссер Валерий Шацкий, композитор Альбина Шестакова, художник-мультипликатор Дмитрий Пристай из Челябинска. Вот такой творческой группой. Очень большой, красивый спектакль, в котором мы используем все наши мультимедийные технические возможности. Будет много чудес, превращений. Так что ждем зрителей на этом спектакле. Ну это вот такая классическая «Золушка», да, к которой мы привыкли с детства. Или будут какие-то сюрпризы? Ну давайте так. Сюрпризы Валерий Николаевич приготовил. Хотя это, конечно же, классическая сказка, классический спектакль по сценарию Шварца, по всем известному, по которому был снят фильм в свое время. Но мы же не можем просто так. Конечно, зрители ждут сюрпризы. Ваш театр, особенно в последнее время, активно работает не только с детьми, но и со взрослыми. Может быть, есть какие-то наметки спектаклей для взрослых? Да, у нас в плане стоит, уже есть предварительная договоренность с постановочной группой, с главным режиссером театра Образцова Борисом Константиновым, замечательным художником Виктором Антоновым. Мы готовимся к постановке спектакля по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Но эта премьера будет, скорее всего, она уже состоится в 2018 году. То есть работу над ней мы начнем в 2017 году, но состоится она в 2018 году. В Вашем театре не только всегда много премьер, много интересных спектаклей, но и каких-то творческих театральных проектов. А новый сезон чем-то подобным ознаменуется? Ну, у нас есть несколько задумок, к которым мы сейчас активно обсуждаем, подходим. Дело в том, что этот сезон для нас, ну, собственно, как и все другие, очень насыщенный. Нас еще ожидает до Нового года премьера спектакля «Волк и семеро козлят» на большой сцене. Это будет очень музыкальный спектакль на музыку Рыбникова. Ставить этот спектакль будет наш артист и режиссер Валерий Скиданов. Дальше еще новогоднее представление и на большой. И впервые в этом году спектакль новогодний будет также и на малой сцене. Опять же, ориентированный на категорию от двух до четырех лет. И плюс ко всему, мы едем на гастроли в октябре месяце. 10 числа мы улетаем в Симферополь. И у нас большие гастроли с 11 по 15 число в городе Ялта. Мы везем шесть спектаклей. Играем там 10 спектаклей на сцене Ялтинского театра Чехова. Дальше оттуда мы переезжаем в Ингушетию, на Зрань. Играем там 5 спектаклей и 22 вечера возвращаемся домой. То есть такие большие гастроли, двухнедельные гастроли нашего театра. Плюс театр активно занимается сейчас подготовкой ко второй премии, профессиональной премии «Зеркало сцены». В этом году она у нас состоится на сцене Драматического театра торжественной церемонии вручения премии 7 октября. Вот такие проекты, которыми мы сейчас активно занимаемся. В прошлом году вы начали работу со школьниками, обсуждение спектаклей, специальные показы для школьников и их учителей. В этом году эта работа продолжится? Да, конечно. Это проект театра школы, который активно был нами опробован и вместе в партнерстве, в сотрудничестве. Мы его ввели с 40-й школой. И уже по опыту 40-й школы, уже многие школы наслышаны. Сейчас большое количество у театра заявок. И нам необходимо найти время. И эту работу обязательно продолжить. Она строится индивидуально с каждой школой. И мы понимаем, насколько это сейчас очень важно и востребовано. Совсем недавно в новостях мы слышали о флэшмобе «Добрых дел», который запустил театр «Кукол». Если можно, о сути этого флэшмоба. Ну, дело в том, что сейчас активно идет такая обратная связь от наших социальных сетей, от наших зрителей, от наших друзей. И мы действительно запустили вот такой проект. И результатом этого проекта мы надеемся, что будет более тесное знакомство со зрителем. То есть уже персональное знакомство. И, конечно же, какие-то проекты уже основанные непосредственно на вот таком наперсонифицированном участии нашего зрителя в жизни театра. И вообще, чем больше доброты, чем больше добрых дел, тем больше у нас друзей, тем, я думаю, что, в общем, это будет очень такой замечательный, интересный и действительно добрый проект. Ну, я так понимаю, от ваших потенциальных зрителей, от тех, кто постоянно посещает ваш театр, требуется, чтобы они просто описали какое-то свое доброе дело и прислали вам? Ну, да, конечно же, они шлют нам письма. Мы смотрим, рассматриваем эти письма. Есть определенная система бонусов, поощрений. То есть это и приглашение на наши спектакли, и участие в наших каких-то проектах, которые касаются не только непосредственно сценического воплощения. Это такие моменты, которые, вот я еще раз хочу сказать, что зрители приходят не только на спектакль, но они уже больше знакомятся и с внутренней жизнью нашего театра и вообще с театральным искусством. Я думаю, что больше информации можно узнать, наверное, на вашем сайте. На нашем сайте и в социальных сетях наших официальных страницах, в официальных сетях социальных. Ну, мы так поняли, что нас ожидает интересный год. Мы желаем вам удачи, с удовольствием будем следить за премьерами, за проектами, за акциями. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова